Добрый вечер, новости в прямом эфире на телеканале Хабар. В студии работает Сергей Гергель, сурдоперевод от Виктории Антонишины и коротко о том, что покажем в выпуске. Особый присмотр няню подозревают в убийстве ребенка. Подробности страшной трагедии через минуту. Посредственная ответственность Минздраве предлагает смягчить наказание для врачей, совершивших медицинские ошибки. Чем аргументируют? И контролируемый экспорт, вывоз из Казахстана каменного угля ограничились. Чем связан запрет и кого коснулось такое эмбарго? Ну а теперь обо всем по порядку, но более подробно. Судебное разбирательство по уголовному делу Кайрата Стебалды началось в столице. Напомню, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении средств акционерного общества «Казахтелеком» в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. Следующее заседание назначено на завтра. 23-летнюю женщину подозревают в убийстве трехлетнего ребенка. Врачи обнаружили на его теле множественные раны и диагностировали тяжелую травму головы. Как стало известно, малыш вместе с годовалым братишкой находился под круглосуточным присмотром в доме няни. Мать вынуждена была пойти на этот шаг из-за отсутствия жилья. Сама, чтобы материально обеспечить детей, трудилась на нескольких работах. В итоге, по словам женщины, 12 сентября ей позвонили и сообщили, что ребенок себя плохо чувствует. Ей пришлось отвезти малыша в больницу, где он и скончался. Я задолжала оплату по уходу за детьми, поэтому няня отказалась отдать их мне. Я предложила написать расписку, что выплачу долг, но она не взяла ее. А когда сообщили, что сын заболел, приехав за ним, я увидела, что Дэвид был весь в синяках. На нем живого места не было. Няня мне сказала, что он упал в ванной комнате. Я хочу, чтобы виновные понесли положенное наказание. В рамках расследования предварительно установлено, что ребенок подвергался избиению неоднократно. По подозрению причастности к смерти трехлетнего ребенка была задержана местная жительница, ей 23 года. Вначале мы ее задержали и поместили под стражу в изоляторе в районном содержании. Однако городской суд выписал, санкционировал в отношении ее домашний арест. Уголовное расследование по указанному факту проводится согласно статье 106, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас на постановление суда прокуратурой города внесен частный протест в Житесусский областной суд об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом. Стало известно о состоянии детей, пострадавших в дорожной аварии на автотрассе в Павлодарской области. По информации Управления здравоохранения, их жизням ничего не угрожает. Им оказывают необходимую помощь. Напомню, накануне в результате ДТП пассажирский автобус перевернулся возле поселка Калкаман. От полученных травм двое детей с 6 и 14 лет скончались на месте. Еще четверых экстренно доставили в больницу. Травмы различной степени тяжести получили и двое взрослых пассажиров. Их состояние, здоровье врачи сейчас оценивают как стабильное. 31-летний водитель автомашины «Минивэн Тойота», управляя автомобилем, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомобиля в кювет. В салоне автомашин находилось 11 человек, это 6 детей и 5 разлосых. Все являются между собой родственниками. Жители села Кривинка Абайской области не могут получить своевременно медицинскую помощь. Работать в медпункте попросту некому, говорят жители села. Медсестра ушла в декретный отпуск, а замену ей так и не нашли. Причина банальна. Специалисты не хотят ехать в отдаленный населенный пункт, где к тому же проблемы с дорогами и водоснабжением. Тем временем в поселке живут около 200 человек. Тем временем власти Бескарагайского района сообщили, что в 10 селах, в том числе и в этом, планируется строительство новых амбулаторий. Но вот как будут решать кадровый вопрос, пока непонятно. Минздрав предлагает снизить размер штрафа и срок ареста для врачей за неумышленное причинение вреда здоровью. И смягчить наказание в случае смерти пациента, заменив реальное решение свободы на условное с возможностью пересмотра сроков наказания. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Генияд. По ее словам, каждый год за ненадлежащее выполнение своих обязанностей на медработников заводят порядка 300 уголовных дел. Чаще всего судят хирургов. Казахстанцы уже отсудили 40 миллионов тенге у врачей, совершивших профессиональные ошибки. Кроме того, со следующего года Минздрав предлагает страховать врачей за счет работодателя. А с 2025 года половину суммы страховой премии медики будут платить сами. На сегодняшний день реализуется у нас пилотный проект по медицинским инцидентам. Это каждая медицинская организация, каждый свой инцидент. На сегодняшний день есть и стандарты операционных процедур, они должны фиксировать. И это фиксируется. И каждая медорганизация заинтересована фиксировать свои инциденты, чтобы их не допустить в следующий раз. На сегодняшний день 1200 с лишним нарушений к нам в комитет поступило, медицинских инцидентов. Из них рассмотрены около 80 процентов. И 33 процента они оказались обоснованными. Другим темам. В эти минуты в Нью-Йорке президент Казахстана проводит встречу с руководителями глобальных финансовых институтов. Напомню, Касым Жамартукаев прибыл в столицу мира с рабочим визитом накануне для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Подробнее с места событий расскажет наш корреспондент Динара Жанбатырова. Она сейчас с нами на прямой связи. Динара, здравствуйте. Известны ли уже какие-нибудь детали встречи? Добрый вечер студия. Но в Нью-Йорке день только начинается. У нас 8 утра. Прямо сейчас за этими дверями проходит встреча Касым Жамартукаева с руководителями глобальных финансовых институтов. Другими словами, инвесторами. Здесь присутствуют руководители крупных компаний. К примеру, Манрадж Секхон, директор компании Franklin Templeton. Активы этой компании порядка 500 миллиардов долларов. Еще одна компания уже заинтересовалась казахстанскими проектами. Это брокерская компания OurBatch & Grayson. Один из мировых лидеров по привлечению американских инвесторов на развивающиеся рынки. Перед встречей нам удалось поговорить с руководителем Самрух Казана. Он нам рассказал, что они представят около 13 проектов. И уже даже есть какие-то договоренности о покупке, о развитии транспортной сферы и покупке самолетов Boeing. Но подробнее об этих деталях я расскажу чуть позже. Потому что, как я уже сказала, встреча идет. И еще нам неизвестно конкретно, о чем они договорились. Отмечу, что только на сегодня у главы государства запланировано порядка 20 переговоров. Все проходит в таком быстром темпе. Поэтому чуть подробнее уже расскажем позже. Ну что же, Динара, спасибо большое. Держите нас в курсе. Напомню, на прямой связи со студией из Нью-Йорка была моя коллега Динара Женбатырова. Но мы продолжим. В Вестминстерском аббатстве проходят похороны королевы Великобритании Елизаветы II. От нашей страны в церемонии прощания принял участие спикер Сената. Он вылетел в Лондон по поручению президента. Маулен Ашимбаев также оставил запись в официальной книге соболезнований от имени народа Казахстана. В этот же день спикер Сената побывал на траурном приеме в Букингемском дворце и выразил соболезнования королю Карлу III, проинформировав о том, что по решению президента страны в ближайшее время один из скверов в Центральном парке Астаны будет назван в честь королевы Елизаветы II. Ну и возвращаемся к событиям в нашей стране. Временный запрет на вывоз угля автотранспортом ввели в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны. Решение направлено на предотвращение нехватки твердого топлива в осенне-зимний период. Ранее казахстанский уголь беспрепятственно вывозили в соседние страны для перепродажи. Известен факт, когда из Жамбулской области в Кыргызстан спекулянты направили больше 120 тысяч тонн. А жителям города Аксу в Паладарской области будущую зиму предстоит пережить со старой изношенной городской котельной. Новую начали строить пять лет назад, но она оказалась не готова к отопительному сезону. Из пяти котлов всего два прошли комплексные испытания, во время которых выяснилось, что котельной нужно приобрести еще дополнительное оборудование. Этот проект бюджету Аксу обошелся в 12 миллиардов тенге, хотя изначально стоимость оценивалась на миллиард меньше. Завершить строительство должны были в 2020-м, но из-за нехватки финансирования, а нужно было добавить еще 750 миллионов тенге, проект законсервировали. Существующая технология не обеспечила фракцию золы и угля в тех требуемых необходимых размерах. Поэтому вынуждены мы были дополнительно заказать дробилки, которые обеспечат эту фракцию. Заказали шесть дробилок, их нужно вмонтировать. То у них уголь не долетал, то теперь у них с золоотходами проблема была, и другие есть проблемы. То есть мы видим, что подрядчик, кто занимался строительством данной котельной, не смог обеспечить нам сдачу стратегического объекта в установленные сроки. Почти две недели без горячей воды живут уральцы. Отключили ее 6 сентября для проведения плановых ремонтных работ на магистральных сетях. Горячее водоснабжение должны были подключить еще в прошлую пятницу, но горожане ждут его до сих пор. Между тем, на ТЭЦ заявляют, что при запуске оборудования произошло технологическое нарушение, устранить которое работники коммунального предприятия смогли только сегодня. Отмечу, главная версия отсутствия воды ранее называли отключение ТЭЦ за долги перед поставщиками газа. Но на предприятии эту версию опровергли, а также пообещали дать воду уже сегодня вечером. ТЭЦ мы подключаем, уже подключили котел один, растопили, сейчас разжигаем второй котел, и до вечера у всех горячая вода будет. Капитальный ремонт полностью тепловых сетей завершили, 100% закончили, к отопительным периодам мы готовы. Перед Кострансаймаком у нас есть текущие долги, на пятницу у нас было порядка 215 миллионов. Есть график, по которому мы оплачиваем, мы сегодня часть оплатили, и на сегодняшний день у нас 178 миллионов. Это текущие долги. Требования к предпринимателям сферы сельского хозяйства в Казахстане сократят на 20%. Сейчас их пересматривают. Об этом на встрече с аграриями в Кустанайской области сообщил глава Кабмина. Со слов Алихана Смаилова, в ближайшее время снизят административную нагрузку на бизнесменов. Он отметил, государство будет поэтапно расширять поддержку производителей. Выделят дополнительные субсидии и повысят доступность кредитных ресурсов. Сейчас перед АПК стоит задача увеличить объемы производства конкурентноспособной переработанной продукции, в частности молочной. На предприятии, где прошла встреча уже в следующем году, запустят новый производственный комплекс по выпуску сыров. Компания производит больше 120 видов молочной продукции. Товар отправляют на внутренний рынок и на экспорт в Россию. Мы, наоборот, увеличиваем финансирование сельского хозяйства и субсидии, и кредитные ресурсы. В текущем году в два раза объем финансирования сельского хозяйства был увеличен. И этот тренд на то, что мы будем больше мер поддержки оказывать, учитывая, что это сектор, который имеет большое значение с точки зрения продовольственной безопасности, социальной вещи, сколько населения живет в сельской местности, мы, понятно, будем дальше продвигать. Мы единственное, что хотели, повысить производительность в отрасли и эффективность от каждого тенге, которая вкладывается. И на этом у меня все.